Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня на 11 января 2019 год, читая книгу Бена Карсена «Золотые руки». Глава 13. Важный год. «Я не объяснял Брайану Стоку настоящую причину отказа, полагая, что он ее и без меня знает, и нет нужды говорить об этом прямо. Поэтому я пытался перевести разговор в другое русло. Судя по названию, это приятное место. Или так? Кто знает, может, когда-нибудь еще. Ваше место там», — наставил Брайан. «Я придумал новую отговорку каждый раз, когда он об этом заговаривал. Пока, наконец, не задумывался о его словах всерьез. Особенно меня привлекло одно преимущество. Вы за год получите такой нейрохирургический опыт, какого в этой больнице не наберете и за пять лет». «Я никак не мог взять в толк, почему Брайан так наставит на своей идее. Он приехал из Западной Австралии, из Перта, и был в Соединенных Штатах старшим нейрохирургом. Мы с Брайаном с самого начала прекрасно поладили. Он часто говорил, «Вам нужно поехать в Австралию и стать старшим регистратором нашего учебного госпиталя». «Я всячески пытался сбить его с этой темы. Спасибо, но что-то не хочется. А вы, похоже, шутник. Австралия на другом конце света. Если начать бурить в Балтиморе, вылезешь как раз в Австралии». Брайан рассмеялся и ответил, «Через двадцать часов полета вы там. Зачем я там, если вы здесь?» Решился я слегка поддеть его. О том, что больше всего меня беспокоило, я вообще не упоминал. Мне говорили, что в Австралии Апертеид еще сильнее, чем в Южной Африке. Как я мог туда поехать, если я черный, а австралийские законы охраняют только белых? Разве Брайан не видит, что я чернокожий? Тут и думать не о чем. Конечно, предложение интересное, но если подходить разумно, что для моей карьеры может дать год ординатуру в Австралии? Я не стал бы об этом думать, если бы Брайан не был так настойчив. О чем бы мы ни говорили, он обязательно добавлял. А в Австралии вам понравится. А у меня наметились другие планы. Доктор Лонг, заведующий кафедрой нейрохирургии и мой наставник, всегда говорил мне, что я могу остаться в университете Джона Хопкинса после ординатуры. Еще приятнее было слышать, как при этом он добавлял. Я буду рад, если ты останешься у нас. Остаться в клинике, где проводятся серьезнейшие исследования, лучшего я и вообразить не мог. Балтимор стал для меня центром мира. Однако, как это ни странно, хотя я отверг Австралию, мысль эта преследовала меня. Мне казалось, что куда бы я ни пошел, я обязательно натыкаюсь на кого-то, кто с характерным австралийским акцентом говорит. Эй, приятель, что дальше будешь делать? Включив телевизор, я натыкался на рекламу «Путешествие в Австралию, страну Каал». Или мне в руки попадал специальный выпуск с газетой, посвященной стране парадоксов. «Что все это значит? Может, Бог хочет нам что-то сказать?» Спросил я однажды у Канди. «Не понимаю», — ответила она. «Может, на всякий случай хоть что-нибудь узнаем об Австралии?» Я выдвинул кучу аргументов против зеленого континента, главными с которыми были законы, охраняющие только белых. Но попросил Канди сходить в библиотеку и заказать книги об Австралии. На следующий день Канди позвонила мне. «Я нашла кое-что о стране кенгуру специально для тебя». В ее голосе слышалось необычное волнение, и я попросил рассказать все по порядку. «Это касается того, что тебе больше всего не нравилось. Вопросы об австралийской расовой политике». Апвертеид существовал до 1968 года, пока они не отменили этот закон. «Я застыл. Что же это такое? Может, мы должны серьезнее отнестись к предложению Брайана? Может быть, нам действительно поехать в Австралию?» Чем больше мы читали, тем больше нам с Канди нравилась эта мысль. Скоро мы начали все время думать об этом, потом обсуждать с друзьями. Как того и следовало ожидать, друзья из самых лучших побуждений старались нас запугать. Один спрашивал, «Что ты там забыл?» «Не стоит рисковать», — говорил другой, «через неделю ты вернешься назад». «Разве Канди сможет участвовать в этой авиантюре?» — спрашивал третий. «Особенно сейчас, в такое трудное для нее время. Сейчас для нее нет ничего хуже путешествий». Нельзя было так просто отмахнуться от этих слов. Речь шла о нашем счастье и о нашем особенном беспокойстве. Канди была беременна, и лететь в ее положении на противоположный конец света оказалось глупостью. Дело в том, что в 1981 году, когда я был на последнем году ординатурой, Канди забеременела двойней. Но, к несчастью, на пятом месяце у нее случился выкидыш. Теперь она снова была беременна. Из-за первой неудачи врач уже на четвертом месяце уложил ее в постель. Она ушла с работы и занялась своим здоровьем. Когда заходил вопрос о ее состоянии, Канди каждый раз улыбалась и твердо отвечала. А в Австралии тоже есть хорошие врачи. Мы сами еще не осознавали, что решились ехать. А наши друзья тем более не могли этого понять. Мы уже предприняли формальные шаги, подав заявление в больницу сэра Чарльза Гарднера при медицинском центре королевы Елизаветы II, главном учебном центре Западной Австралии и единственном консультационном центре по нейрохирургии. Через неделю я получил положительный ответ. «Так что мы ответим?» Спросил я Канди. Мы с ней очень радовались. Предстоящей поездки. Нам предстояло уехать в июне 1983 года. Это мы решили определенно. Пути назад не было, потому что всех наших денег хватило только на билет в одну сторону. Даже если бы мы захотели, мы не смогли бы вернуться назад. Я должен был проработать целый год старшим регистратором. И тут дается внизу ссылка, что такое регистратор. В Америке не существует должности старшего регистратора. Это что-то среднее между старшим ординатором и младшим постоянным врачом. Старший регистратор работает по руководствам консультанта. Следуя традиции английских медицинских школ, в Австралии есть должность, которую они называют консультантами. Но это без сомнения заведующий. В такой системе врач много лет остается старшим регистратором. Врач становится консультантом только после смерти того, кто раньше занимал эту должность. Число таких должностей ограничено правительством. В Западной Австралии только четыре консультанта. Все они превосходные специалисты. Одни из самых талантливых людей, каких я видел. Каждый имеет свою специализацию. От каждого из них я перенял какие-то особые навыки. И все они что-то дали мне, как нейрохирургу. Все, ссылка закончилась. Ряд соображений делал эту авантюру привлекательной. Одним из них были деньги. В Австралии мне обещали очень хороший оклад. Гораздо выше, чем где бы то ни было. 65 тысяч долларов в год. А мы страшно нуждались в деньгах. Сколько бы мы себя не успокаивали, летели мы в Перд в страшном беспокойстве. Мы не знали, где будем жить. Как меня, никому неизвестного новичка примут в больнице. Как бы Канди не храбрилась, она была беременна. И нас это очень волновало. Но австралийцы встретили нас в тепло. То, что мы были членами адвентийской церкви, открыло для нас множество дверей. В первую же субботу в Австралии мы пошли в церковь. И перед службой поговорили с пастором и некоторыми прихожанами. Во время службы пастор объявил. К нам сегодня присоединилась семья из Соединенных Штатов. Они будут жить здесь в течение года. Он представил нас в Канде и призвал прихожан оказать нам гостеприимство. Как они нас приняли? Когда окончилась служба, все сгрудились вокруг нас. Увидев, что жена беременна, женщины стали расспрашивать, не нуждается ли она в чем-то. Мы еще ничего не приготовили для блонденца, потому что были ограничены весом багажа, который могли взять из Соединенных Штатов. И эти чудесные люди принесли нам колыбельку, одеяльце, коляску, пеленки. Все время кто-то звал нас на обед. В больнице никак не могли понять, каким образом, пробуя в тут меньше двух недель, мы встречаемся с таким количеством людей и получаем столько приглашений. Один из ординаторов, живший здесь уже пять месяцев, спросил, чем вы заняты сегодня вечером? Я ответил, что сегодня вечером мы идем в гости. Ординатор знал, что всего несколько дней назад другая семья возила нас на экскурсию по живописным окрестностям Перта. «Каким образом вам удалось познакомиться со столькими людьми?» Спросил он. «Вы тут только две недели?» Я налажил отношения много месяцев. «Мы происходим из большой семьи», — ответил я. «Вы хотите сказать, что у вас в Австралии есть родственники?» «Что-то вроде того», — рассмеялся я и объяснил. «В нашей церкви мы считаем, что все люди — часть большой Божьей семьи. Это значит, что всех, с кем мы ходим на богослужения, мы воспринимаем как братьев и сестер. Люди в церкви относятся к нам как к членам своей семьи. Коллеге раньше и в голову не приходило, что такие отношения возможны». Австралия понравилась мне сразу, как только мы приехали. Не только люди, но и все окружавшее меня теперь. Я работал старшим регистратором, то есть имел дело со множеством разных случаев. На мне лежала большая ответственность. Пребывание в стране антиподов стало для меня важным временем. Даже для Канди нашлось, чем заняться. В качестве первой скрипки она играла в Недландском симфоническом оркестре и пела в профессиональном хоре. Не прошло и месяца, как все наши внимания привлек очень тяжелый случай, изменивший направление моей работы в Перте. Старший консультант осматривал молодую женщину со слуховой невромой, опухолью, росшей у основания черепа. Она могла привести к глухоте и атрофии лицевых мускулов и закончиться параличем. Пациентка страдала от частых и очень сильных головных болей. Опухоль была так велика, что консультант, решив удалять ее, предупредил пациентку, что вряд ли сможет сохранить хотя бы один лицевой нерв. Услышав прогноз, я попросил старшего консультанта. Вы не возражаете, если я попробую провести операцию под микроскопом? Может быть, мне удастся сохранить нервы? Уверен, что это будет напрасная попытка. Его слова звучали вполне вежливо, однако за ними ясно слышалось. Попытайся, мальчишка. Посмотрим, как ты провалишься. Я хорошо понимал, что у него есть основания так думать. Операция длилась 10 часов. Когда она закончилась, я ощутил страшную усталость, но был очень доволен. Я полностью удалил опухоль, но сохранил черепные нервы. Старший консультант мог порадовать пациентку, так как ее ждало полное выздоровление. Вскоре после выздоровления эта женщина забеременела. Когда родился младенец, его назвали в честь старшего консультанта, так как мать считала, что именно он удалил опухоль и сохранил черепные нервы. Она не знала, что эту тонкую работу сделал я. Обычная история. Одна из многих подобных в больницах такого типа. В Австралии старший регистратор работал под началом консультанта, а тот, являясь старшим, пожинал плоды всякой успешной операции. Независимо от того, кто ее на самом деле выполнял. Однако сотрудники знали, что произошло. После этой операции другие старшие консультанты стали относиться ко мне с необычайным уважением. Время от времени кто-нибудь из них подходил и спрашивал. Карсон, не прооперируете ли для меня? Страстно желая учиться и накопить побольше опыта, я не упускал свой шанс. А это означало, в свою очередь, огромную нагрузку, куда большую, чем обычно. Не прошло и двух месяцев, как я делал по две, а иногда и по три, краниотомии в день, вскрывал череп пациента, чтобы удалить тромб и справиться аневризмой. Чтобы делать столько операций, требовалась огромная физическая выносливость. Хирург проводит на ногах за операционным столом многие часы. Я мог справляться с длительными операциями, потому что прошел выучку у доктора Лонга. Я усвоил его технику, одним из плюсов, которым было умение держаться на ногах час за часом, не поддаваясь усталости. Теперь я радовался тому, что в свое время внимательно наблюдал за доктором Лонгом, всякий раз, когда он удалял опухоли мозга. Австралийские хирурги поражались. Они не знали, что я идеально подготовлен для мозговой хирургии. Консультанты давали мне большую свободу, чем обычно полагалось старшему регистратору. Я все делал хорошо, всегда был рад дополнительному опыту, поэтому делал операции одну за другой. Заболевания пациентов не походили одно на другое, и потом работа не напоминала конвейер. Скоро я стал местным экспертом. Через несколько месяцев я понял, что в Австралию нас привел Бог, и именно Его мы должны особенно благодарить за это. За год у меня была такая хирургическая практика, что мое мастерство значительно возросло, и я почувствовал себя способным уверенно работать с мозгом человека. Очень скоро стало очевидным, что мы приняли правильное решение. Где бы я имел такую уникальную возможность столько оперировать сразу после ординатуры? У меня было множество сложных случаев, несколько весьма эффектных. Я часто благодарил Бога за опыт и навыки, которые приобретал. Например, у главы пожарников города Перта была огромная опухоль, затрагивающая все основные сосуды передней части основания мозга. Чтобы удалить опухоль, я оперировал его три раза. Состояние сначала было неустойчивым, но в конце концов он стал чувствовать себя совсем хорошо. Еще одно событие. 12 сентября 1983 года Канди родила нашего первого первенца. Мерия Недланда Карсона. Недланд – название пригорода, где мы жили. Тут нежданно-негаданно год подошел к концу, и я засобирался домой. Что же делал дальше? Вскоре после нашего возвращения со мной встретился главный хирург Балтиморской больницы промысла Божьего. «Бен, может быть тебе не стоит оставаться в больнице Джона Хопкинса?» – сказал он. «Переходил бы ты к нам». Его больница специализировалась на медицинском обслужении черных. «Тогда не надо будет посылать пациентов к тебе в больницу Джона Хопкинса. К тому же она погрязла в рацизме», – добавил главный хирург. «Ты ничего не добьешься, если не перестанешь расточать свой талант в российском учреждении». Я кивнул, подумав, что может быть он и прав, но когда выслушал все им сказанное, положительное решение не принял. «Благодарю вас за заботу», – сказал я. «Никогда не чувствовал в больнице Джона Хопкинса предвзятости по отношению к себе. Но, быть может, вы и правы. Тем не менее, я должен решать сам. Если ты будешь ждать, пока тебя отвергнут, тебе будет очень больно», – закончил он. «Может быть, вы правы», – повторил я, польщенный тем, что он хочет заполучить меня в свою больницу. «Но я-то знал, что хочу работать именно в больнице Джона Хопкинса». Тогда главный попробовал другую тактику. «Бен, нам страшно нужен такой хирург, как ты. Сколько добра ты сможешь сделать черному народу?» «Благодарю за предложение и заботу обо мне», – ответил я. «Я и в самом деле был благодарен. Мне не хотелось его разочаровать. Поэтому не хватило храбрости сказать, что я хочу помогать людям всех раз. Просто людям». «Посмотрим, что произойдет за этот год. Если дело обернется, как вы говорите, я подумаю над вашим предложением». Однако впоследствии мне никогда уже не приходило обсуждать вопрос ухода из больницы Джона Хопкинса. Не знаю, чего я ожидал после возвращения из Австралии, но то, что ожидало меня, полностью противоречило прогнозу главного хирурга больницы Промысла Божьего. Спустя несколько недель у меня оказалось множество пациентов. Я всегда благодарил Бога в первую очередь за то, что Он в течение одного года благословил меня большим опытом, чем некоторых врачей за всю их медицинскую практику. «Через несколько месяцев после моего возвращения заведующий отделением детской нейрохирургии перешел на кафедру хирургии Университета Брауна. К тому моменту я уже делал большинство педиатрических нейрохирургических операций. Доктор Лонг предложил совету утвердить меня новым заведующим отделением педиатрической нейрохирургии». И тут внизу дается ссылка. Мой официальный титул – профессор-ассистент, заведующий отделением детской нейрохирургии Университета и больницы Джона Хопкинса. Он доложил совету, что хотя мне только 33 года, у меня очень большой опыт и ценные навыки. Я им сказал, что абсолютно уверен, Бен Карсон справится с этой работой. Впоследствии рассказывал мне доктор Лонг, и ни один из членов совета этого российского учреждения не возражал. Когда доктор Лонг сообщил мне о новом назначении, я был не себя от радости. Однако наряду с глубокой благодарностью я чувствовал и смущение. В те дни я говорил сам себе, не могу поверить, что это происходит на самом деле. Я сам себе напоминал ребенка, чей сон внезапно оказался явью. Вот я в 33 года стал заведующим отделением, да еще детской нейрохирургии. Нет, со мной этого не могло случиться. Многие пациенты тоже не могли в это поверить. Нередко родители издалека привозили тяжелобольных детей в наше нейрохирургическое отделение. Когда я входил в комнату, часто повторялась одна и та же сцена. Родители, глядя на меня, спрашивали, «А когда придет доктор Карсон?» «Уже пришел», — отвечал я с улыбкой. «Я доктор Карсон». Я с колоссальным удовольствием наблюдал, как они пытаются скрыть свои изумления. Я не знал, что их больше удивляет, черная кожа или молодость, а, возможно, больше всего поражало сочетание того и другого. После того, как мы познакомились, я садился и начинал разговор об их ребенке. В конце консультации родители убеждались, я знаю, о чем говорю. Никто из них никогда не уходил от меня разочарованным в моих способностях. Однажды, когда мне предстояло оперировать маленькую девочку, ее бабушка спросила, «Доктор Карсон, вы уже делали что-нибудь подобное раньше?» «Нет, конечно», — ответил я с каменным лицом. «Но я превосходно умею читать. У меня множество книг по медицине, и добрую часть из них я беру с собой в операционную». Бабушка ломнулась, увидев, насколько неуместен был ее вопрос. «На самом деле я сделал их уже тысячу», — пошутил я. «Примерно по триста в неделю». Я сказал это с улыбкой, так как не хотел, чтобы она смущалась. Старушка рассмеялась, поняв по моему тону, что я шучу над ее гипербеспокойством. «Я думаю», — отреагировала она, «если вы такой, какой вы есть, да еще и занимаете такую должность, все должно быть в порядке». Бабушка на меня не обиделась. Я знал, она страстно любит свою внучку и хочет еще раз удостовериться, что ребенок попал в хорошие руки. Я предполагал, как на самом деле ей хочется сказать. «Вы так выглядите, словно еще не кончен медицинский вуз». После нескольких подобных разговоров я так наловчился отвечать, что обычно заранее знал реакцию собеседника. Удивительно, но чаще я встречал негативные отношения со стороны черных пациентов, особенно старшего возраста. Они не могли поверить, что я заведую отделением детской нейрохирургии и вообще заслуживаю такой должности. Сначала они удивлялись, полагая, что я получил эту должность только благодаря проекту интеграции белого и черного населения. Они были уверены, что в таком случае я не слишком компетентен. Однако через несколько минут после начала консультации они успокаивались и улыбки на их лицах свидетельствовали о рождении доверия. Достаточно странно, что белым пациентам, даже явно склонным к нетерпимости, часто легче было иметь дело со мной. Я понимал ход их мыслей и выводы, к которым они приходили. Чтобы занять такую должность, этот парень действительно должен быть семипядьев во лбу. Теперь я уже не сталкиваюсь с подобными проблемами, потому что большинство пациентов еще до встречи знают, кто я и как выгляжу. Но бывают забавные случаи. Теперь проблема обратная. Поскольку я хорошо известен в этой области, и многие говорят, мы хотим, чтобы именно доктор Карсон делал операцию, мы не желаем никого другого. Часто мое расписание операций составлено на месяцы вперед. Мне случается отказывать пациентам, иногда всем приходится это делать. Необходимо, конечно, говорить нет. Я не могу сделать все операции. Приходится просить других врачей, если они заинтересованы в подобных операциях. Я никогда не приобрел бы тех навыков, что у меня есть, если бы в свое время другие хирурги не допускали меня к интересным и необычным операциям. В первый же год работы в больнице Джона Хопкинса я столкнулся с операцией, которая, как никакая другая в моей практике, потребовала полной отдачи сил и навыков. Маленькую пациентку звали Миранда. И я тогда не имел понятия, какое влияние окажет ее случай на мою судьбу. Ее излечение сильно повлияло на отношение медиков к одной весьма спорной хирургической процедуре. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Аллилуйя!